Вот так вот это все у них прижилось. И раз здесь живут мусульмане, то они молятся в мечелях. А мечеть очень хорошо можно определить по высокой башне, которая рядом с ней находится. Называется это башня Минарет. И еще тоже со времен пророка Мухаммеда было принято, чтобы на каждые 7 тысяч жителей этой деревни строилась одна мечеть. И вот до сегодняшнего дня эти традиции не выполняют. И вот проезжаешь по арабской деревне, пересчитываешь башни Минаретов, умножаешь на 7 тысяч, и примерно можно получить население, сколько здесь живет людей. Ну а в христианских деревнях, где живут арабы-христиане, там Минаретов нету, там колокольня. Ну вот колокольня уже просто возле церквей, никакой арифметики здесь с этим не связана. И вот мы заезжаем с вами в деревню, которая населена арабами и мусульманами, и христианами. И деревня эта называется Канна-Галилейская. На иврите Кфар Кана. Кфар это деревня, а Кане на иврите это тростник. Так что вот можно перевести название этой деревни тростниковая деревня. Ну а в христианской традиции Канна-Галилейская. Потому что географически находится она в Галилейских горах. И вот в Кане Галилейской произошло одно из чудес, которые явил здесь Христос в самом-самом начале своей проповеди. И на том месте, где по преданию была свадьба, где он превратил воду в вино, сегодня находятся две церкви. Ну не секрет для вас, что вся Святая Земля давным-давно уже поделена между разными конфессиями. Есть католики, есть православные. И вот на том месте, где по преданию проходила эта еврейская свадьба, там сегодня две христианские церкви стоят. Одна католическая, а одна православная. Православная, как правило, всегда закрыта. Там очень строгий настоятель. И когда туда кто-то приходит, ворота стучат, он так к окошечке выглядывает, видит, что не паломники. А паломников очень легко от туристов по внешнему виду отключить. Не паломники, даже дверь не открывает. А у католиков все наоборот. Они с 9 утра до 5 вечера церковь открывают и говорят, заходите, фотографируйте, спускайтесь вниз на археологические раскопки. Никаких проблем с этим нет. То мы сейчас с вами и сделаем. Мы уже с вами сейчас приехали в Кану Галилейского. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.